Короче, первое, что тебе нужно, это тебе нужно увидеть свои мысли, и их нужно зафиксировать. То есть нужно зафиксировать мысли, и их нужно распознать, которые у тебя в голове роятся. Ты должен просто их замечать. Ты замечаешь, что у тебя появилась мысль, и тебе нужно ее отметить. То есть как фиксацию произвести. Просто головой, умой, своим же умом ты делаешь фиксацию того, что ты ее обнаружил, мысль. И каждый раз, я, например, свою мысль вижу все время. Я не борюсь с ними, я просто их регистрирую у себя в голове. И ты должен мысль свою просто регистрировать. И таким образом, постепенно-постепенно, ты тренируешься обнаруживать, обнаруживать, обнаруживать мысли, видеть их. С лингвистами тоже. Да пофигу, вообще похрен. Потом тебе нужно тренировать. Второе, что нужно тренировать, это концентрацию. Что такое концентрация? Концентрация это, когда ты на что-то концентрируешься. Сосредоточишься. Сосредоточишься за рулем, например, еще где-то, когда очень сконцентрирован. Ум останавливается в этот момент. И когда... Это такое ощущение, что он начинает обрабатывать информацию. Ты даешь ему задания... Нет, нет. Он не обрабатывает. Он как раз таки молчит. Потому что ты своими глазами, не умом. Глаза, они тебя связывают с твоим я. А не с умом. А когда ты сконцентрировался глазами, допустим, да, или ты сконцентрировался внутри себя, внутренним взором. На что-то. На медитацию, еще на что-то. Когда ты сконцентрировался, и ты внутренним своим взором, допустим, смотришь на какую-то концентрацию. Допустим, есть очень простое упражнение для концентрации. Оно в саентологии используется. Ну, или в других там. Не только в саентологии. Просто смотри. Визуально представь куб. И ты этот куб вокруг себя строишь. внутри, как говорится, ну, просто проекцию. Представляешь, что вокруг тебя куб. Вот сколько там получается? Углы. Допустим, углы. 8 углов. И представляешь, как вокруг тебя 8 углов. Так вот, раз, раз, раз. И ты вот так вот представляешь. В этот момент ум молчит. Да. Прикинь? Он замолкает. И ты, некоторые, например, вот этой концентрации достигают часами. Представляешь, эту концентрацию? Нет, я сейчас начал представлять, и я понял, что это все равно в голове. Но он, самое интересное, он ум, он хитрец. Он может уйти в более глубокие умственные конструкции. То есть, он, когда уже знает, что ты его распознаешь, что ты его заглушаешь, он может уйти глубже. И ты, допустим, делая концентрацию, ты можешь не заметить, как ум уйдет глубже и будет там уже думать. Ты понимаешь? А ты и делаешь концентрацию. Допустим, вот такую. И концентраций всяких много. Например, друг у меня, Вадим, да, он предлагает концентрацию. Это 8К, да, называется. Это ты, допустим, там есть человек, как аудитор, да, или как помощник или учитель, да, ты ему задаешь задание. Возьми, смотри, видишь, допустим, травинку, да, иди и прикоснись к ней. Ты идешь и прикасаешься к ней, прям физически. Ты прикасаешься к этой травинке, да, прикасаешься, да. Ты в это время, потом говоришь, видишь вот этот камушек, иди прикоснись к нему. А, видишь этот камушек, да, ты сконцентрировался. Потом говоришь, иди прикоснись к этому камушку. Ты идешь, прикасаешься к нему. И в это время, понимаешь, ты сконцентрирован. Да, да, да. У тебя в это время ум молчит. То есть это еще одна тренировка. Но концентрация, это надсилие над собой, на самом деле. Ты даже, допустим, за станком стоишь, сосредоточен на какой-то... Да, потому что если ты просрешь, ты или накосячишь, или тебе там в руку что-нибудь залетит, или еще что-нибудь. Ну да, да, опасно. То есть все травмы, это отсутствие концентрации. И, например, когда люди попадают в аварию, это тоже отсутствие концентрации. Потому что когда ты сильно сконцентрирован за рулем, да, вот водители машины, формулы, там еще что-то, они очень сконцентрированы. Там вообще мыслей нет, нет мыслей. Да, у тебя скорость работы, скорость работы, скажем так, твои реакции... Да, смотри, поэтому первый этап, это распознать мысль и увидеть ее. Второй этап, это концентрация. И третий этап, это медитация. А медитация... А, ну, под медитацией можно еще, знаешь, как... То есть концентрация, ты уже можешь делать концентрацию, к примеру, да? Это тоже тебя тренирует. Потом, что ты можешь делать? А, делая концентрацию, в один прекрасный момент у тебя настанет внутренняя тишина. И внутренняя тишина, она отличается просто от концентрации. Ну, она, кстати, из-за концентрации и образуется. То есть ты становишься настолько концентрированным, и в один прекрасный момент у тебя возникает внутренняя тишина. И внутренняя тишина возникает, знаешь, насколько... Первый раз у меня, когда она возникла, я был в шоке. Потому что это так необычно. И она была, знаешь, какая? Доли секунды. Меньше секунды, представляешь, она внутренняя такая возникла. У меня такая тишина, такая... И такая раз пропала. Я как раз шел, книгу слушал. Это картотоли, допустим, да? У меня это возникло. Он как раз про тишину говорил. И вот эта тишина, она все чаще появляется, и чаще, чаще, чаще. И потом она уже может долго быть... Тишина. Иногда тишина вот бывает прям очень долго. Иногда всегда. Когда вот мысли не вьются. Но у меня, например, если мысли появляются, я сразу же, автоматически уже... Иногда в доли секунды, иногда через несколько секунд... Но я мысли вижу всегда уже. Но я с ними сейчас не борюсь. То есть я просто их, как говорится, прослушал, зафиксировал их. То есть я просто их услышал, и все. Ну, как будто бы в тетрадку записал. Я ничего не записываю. Ну, в голове, как будто... Нет, в том-то и дело, что я их не записываю. То есть я прослушал, как будто, знаешь, это где-то в стороне от тебя прозвучало. Ну и ладно, прозвучало и прозвучало. То есть ты не должен эти мысли развивать, начать. А, обдумывать. Да, а люди как обычно? Раз мысль возникла, и он такой, начинаешь ее раскручивать, раскручивать, накручивать, значит, тебя начинаешь, понимаешь? А тут она у тебя возникла, и ты ее, ну, услышал ее, да, эту мысль. И все, перестаешь ее обрабатывать. То есть просто забыл про нее. Иначе не надо ее раскручивать. И вот эта тишина, когда она тебя окутает постепенно, ну, это, говорю, это у кого-то быстро возникает, у кого-то долго. А потом постепенно-постепенно переходишь на медитации. Медитация уже, например, кто-то считает, что медитация, да, это сидение в позе лотоса. Идиотизм. Ну да, это может быть, но люди в позе лотоса зачастую не знают, для чего они там сидят. Ну, все по-разному, кто-то просто сидит. Как вот эти йоги, они просто сидят до сидения. Я на бок ложусь, включаю музыку и... Ну, скорее всего, во время этой музыки у тебя там рой мыслей. Нет, тишина. Ты сидишь, слушаешь... Так как ты узнаешь, что это при тишину? Как тебе сказать, не то, чтобы тишина в голове, а то, что у тебя возникает мысль о том, ну, чувство полета какого-то, знаешь, ощущение такое-то. Что ты начинаешь ощущать, ну, как муж, что ли, весел вокруг себя. То есть, ну, как-то, он как будто бы начинает резонировать, я не знаю, как правильно это сказать, еще что-то. Короче, в общем, получается такая ситуация, что какая-то определенная нотка тебя настраивает на какую-то определенную волну, и ты начинаешь вокруг себя вот-то все... Ну, возникает чувство полета. Ну, я не знаю, медитация, медитация. Как это правильно? У меня сейчас... Объяснить очень сложно. У меня сейчас медитация, это просто всегда. То есть, вообще, медитация может быть в любой момент. Вот ты идешь сейчас, например, да, вот мы сейчас идем. Я могу сейчас идти и медитировать. То есть, просто на ходьбу. То есть, ходьба тоже может быть являться медитацией. Когда ты пьешь чай, это тоже может являться медитацией. Когда ты моешь посуду, это тоже может являться медитацией. Медитация может быть всегда. То есть, она не обязательно, это тебе сесть в позу или еще что-то там, да? Просто сесть и расслабиться, это как бы... Я так понимаю, по медитации... Оно попроще просто. Просто побыть самим собой. Да? Да, да, по сути. Просто побыть самим собой. Уделить время самому себе. Да. А вот концентрация, познавание ума, это просто всего лишь инструменты, чтобы тебе прийти к тишине ума и к медитации. То есть, это инструменты. И этих инструментов, их на самом деле много. Я вообще начал с того, что я начал осознавать свое тело. То есть, вначале я осознал свою руку. Я ее почувствовал. Потом постепенно, в этот же или на следующий день, не помню, перешел на две руки. Ну, ощущаешь прям руку. Прям чувствуешь объем руки. Да, да, да. Появляется покалывание. Появляется такие, как будто тепло пошло. Это как бы то, что пришло внимание внутри тела. На тело пошло внимание на определенные участки. Потом постепенно ты начинаешь подключать предплечья. Потом подключаешь постепенно ноги. Потом подключаешь конечности. Потом подключаешь все тело. Подключаешь голову. Учишься подключать. Просто губит губы. Ну, все лицо, короче, постепенно. И потом, когда подключаешь все тело, да, я помню, это десятый год был. Я говорю, я шел как робот. Начинаешь глючит. Нет, нет, нет. Нет. Ты сконцентрирован. Ты в концентрации. Смотри. Ты осознаешь тело, да? Да. Ты в концентрации. И ты идешь вот так вот полностью как бы сконцентрированный, да, осознанное твое тело. И ты идешь как робот, потому что твое тело не успевает за обработкой твоей концентрации. То есть ты не натренирован. И ты идешь по себе. Так это как я как робот такой шел. Иду по цеху. Я тогда был, не помню, то ли наладчиком. То ли уже в ЭТРе бы работал. И я шел, короче, и как робот. Мне надо было это на склад получить материалы там еще. Вот. И ты вот идешь как этот. Или двигаешься. Как реально, как робот. И так вот постепенно все это тренируешь свою осознанность потихонечку. Это я в детстве, маленький, когда сидел, не помню, лет пять, наверное. Сидел на табуретке и пытался понять свою ногу. Левую, правую. Сидишь на табуретке вот так вот. Она не знаешь как маленькие. Руки под ноги. Мама там пришла с тазиком сюда, чтобы умыться. Ноги помыть перед сном. Сидишь так. Каждый патчик, раз, на ноге так. Оп, оп, там. Это я. Это часть меня там пошевелил. Так далеко она от меня. А потом думаешь, а где я? Там в ноге или здесь в голове? Ну, очень интересно, да? И иногда бывает такие мысли в голове. Идешь, и ты на заводе тоже работал. Думаешь, блин, попробовать самому мышцами пошевелить. Ну, как бы, понять, как это. То есть, какую мышцу, где, в какой момент нужно сократить, чтобы получился шаг. Не включать, как говорится, на афтопилоте. То есть, я шагаю, все, шагну. А именно, я сокращаю мышцу, допустим, на это, ипорную, да? Чтобы оттолкнуться, там, поднять стопу, там, еще что-нибудь. Ну, то есть, чтобы оттолчок сделать, ипорную мышцу, например, Ага, вот эту еще мышцу, это такая, которая чуть ниже жопы. Да, это и есть концентрация. Но, то есть, смотри, если ты этот момент еще вроде как концентрируешься, а потом еще начинаешь обрабатывать, да, умом. То есть, что это я сделал? И такой, раз, еще и додумываешь. Да, 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 и начинаешь подвисать немножко. Нет, видишь, ты, как бы, вроде и концентрация, и, как бы, еще и работа ума идет у тебя все время. То есть, он все время у тебя еще и сырет, подсирает, понимаешь? Вот, а когда ты конкретно занимаешься, это да. Можно это, как, знаешь, неосознанно, не делая этого, а как будто что-то делаешь, да? И там частично это где-то как концентрация, там, как что-то. Но, когда ты осознанно начинаешь заниматься концентрацией, допустим, на теле, то ты это делаешь, ты это делаешь осознанно, ты специально это делаешь. Концентрация... Ты этого раньше не знал, у тебя это вот так... Да, в концентрации ты занимаешься, знаешь, когда учишься писать в школе. Да. То есть, ты учишься двигать ручки... Ну, смотри, вот расскажу тебе, как можно, я так делал, кстати, как можно ум обманывать. Ты, например, смотри, ты пишешь правой рукой, потом ты начинаешь писать левой рукой, и когда ты пишешь левой рукой, ум замолкает, потому что ты ломаешь ему конструкцию, понимаешь? И он такой, ооо, что происходит? А ты потом, знаешь, когда ты уже привык писать левой рукой, ты берешь две ручки и пишешь одновременно двумя руками. И ум такой, ооо, и он в этот момент такой ломается, он такой, ааа, что происходит? В разных направлениях. Да, а потом, а потом ты начинаешь писать... Нет, потом ты начинаешь писать разные тексты двумя руками. Да, да, да. Понимаешь? Это самое сложное, я тоже так писал. И в этот момент он опять ломается. Но он каждый раз подстраивается. Адаптируется, да. Он адаптируется, он обманщик. Поэтому пока ты его не видишь, ты просто занимаешься концентрацией. То есть твоя задача его опознать. А, да, вначале смотри. Вначале можно заниматься концентрацией, в первую очередь, да, допустим. Ты делаешь концентрации, но ты ум не осознаешь. А можно заняться опознаванием ума и одновременно заниматься концентрацией. Что я, кстати, рекомендую. Потому что я знаю, что люди, которые занимаются только одной концентрацией, да, а ум не видят ни хрена. Я не просто концентрацию делал ради концентрации. А сначала все было, сейчас ты его... Да. Ну, даже заброшенные дома... Кстати, вон там были заброшенные участники. Много пустых. Дорогие? Нет. Вот. И все. Поэтому рекомендую. Вот, кстати, это, знаешь, осознанность на заразную. Ты вот это узнал. Ты теперь заразился навсегда, понимаешь? Ну да. Ты теперь, как прокаженный, понимаешь? Рано или поздно она к тебе вернется. Или тебе будет очень хреново, или еще что-то. Ты начинаешь смотреть на тебя немножко, как ты думаешь. Ты начинаешь понимать, смотреть людей и думать, почему вы в клинках. Как я раньше этого не понимал. И как объяснить вот тем вот этим вот двоим, что они сейчас этого не понимают, что этого делать не надо. Потому что люди начинают задавать вопрос. Почему этого делать не надо, ты говоришь? Да потому что это не надо. Чего не надо делать? Ну вот бывают такие ситуации, когда ты понимаешь, что какие-то... Ну, к примеру, человек эмоционирует. Пусть минус имени... У него что-то не получается, он начинает эмоционировать. Он подживет, кстати, сидит. Он начинает эмоционировать, и на этом фоне у него еще сильнее не получается. Ты говоришь, не эмоционируй. Почему? Пусть эмоционируй. Нет, так он... У него, понимаешь, у него инструмент из рук выпадает. Да пусть выпадает. Он выпадает, не эмоционируй. Он начинает еще сильнее эмоционировать. Ты говоришь, просто не эмоционируй. Да ты что? У меня что, сдерживай свои эмоции? Не сдерживай. Контролируй. Зачем его контролировать? Как контролировать? Не надо ничего контролировать. Не дергай только. Я там... Ничего? Нет. Крючек. Вот, поэтому, друзья, занимайтесь осознанностью. Вот сейчас мы просто шли и беседовали, и это был небольшой такой урок, один из уроков. То есть, Ваня спросил, что такое осознанностью, как мне заниматься. И... Не получится ли так, что я уже ей занимаюсь неосознанно? Ты занимаешься, но неосознанно. Неосознанно занимаешься осознанностью. Все люди занимаются ей неосознанно. Да. Но осознанность становится осознанной, когда ты занимаешься осознанно. Она неосознанна, пока ты ее не осознаешь. Пока ты ее не осознаешь. Классно, да? Кстати, вот ты обычному человеку вот так вот скажешь Он скажет, ты что несешь-то? Херь какую ты несешь? А на самом деле, я абсолютно понял все, что ты сказал Вернее, что я сказал Но ты же понял, что я сказал Вот представляешь? А кто-то не понимает абсолютно ничего Так что, люди, занимайтесь осознанностью Осознанно Осознанно Осознанностью занимайтесь Инструментов много Я, кстати, консультирую Звоните Пока что это Просто бесплатно, можно сказать, за донаты Так что, пользуйтесь Вот как я сейчас с братом Ему за донаты Он мне отремонтировал колесо Я не мог своей корявой рукой отремонтировать Вот ему за донаты А я ехал сюда с мыслью, что брату надо чем-то помочь Вот, инвалиду Убогому Как еще? Как мне? Блаженный Блаженный Блаженный, сумасшедший и так далее И вот мне брат помог Донатов не закинул Велосипед сейчас тренироваться Так что, будьте осознаны Чем смог, тем помог И я помогаю людям, кто обращается Переходите в контакт Переходите в телегу Пишите там сообщения Я там телефон кину кому надо И свяжемся по какому-нибудь мессендеру И пообеседуемся Все, пока Подписывайтесь на все каналы